ребята ребята всем привет наконец-то я добралась чтобы сделать видео последнее по поводу ариев то есть ико мы остановились на том что я должна была рассказать про подсадку я извиняюсь что так долго не делал видео потому что мне было не очень хорошо и очень много было дело и так далее тому подобное все никак не соберусь это я сейчас делаю видео через телефон но суть не в этом я вам расскажу а как это было и может кто-то мне напишет комментариях может кто-то уже проходил через такую процедуру то может на украине может россии или других странах у нас это было очень подсадка происходил очень трогательно и достаточно безболезненно то есть никаких болезненных ощущений я не чувствую как это было мы с утра приехали в клинику и перед процедурой у меня было иглоукалывание всем я советую это иглоукалывание потому что она дает кровообращение мало в тазу и результат я так считаю это мое личное мнение еще раз говорю что это лично мое мнение что очень помогает для успешного результата и так мы приехали на полномочевой пузырь и между прочим это очень тяжело для женщины потому что выдержать достаточно очень тяжело достать это долгий процесс это часа делается около иглоукалывание потом надо меня положили и стали делать иглоукалывание на нижнюю зону как получается где нижняя нижняя зона живота многие мне делали в голову елочки вставляли очень достаточно многое было я пролежала час вот затем пришел пришла медсестра померила мне давление все мои показатели были в норме и меня повезли процедурный кабинет меня положили на специальный стол был компьютер рядом сзади был большой большой монитор или потом позвали диму дима села рядом вот затем пришел доктор и рядом была такая маленькая кошечка он проверил все ли в порядке затем он говорит и сказал что мы готовы и на компьютере на большом экране мне показали нам с димой показали эмбриончик то есть пласта с тесту наверху было написано мои моё имя и фамилия я должна была подтвердить что да это я она передает это катетер доктору доктор опять спрашивает меня фамилию имя дата рождения очень достаточно серьезная такая вещь вот потом это катетер вводится в полость матки мы это видели через экран был такой трогательный момент у меня конечно слезы я хотела вставить в видео сам процесс ну где мы поменял телефон никак не можем найти к если мы найдем я обязательно вам это покажу вот и затем это достаточно быстрая процедура было минут наверное пять вот нам показали что вот вели бластосисту в полость матки нам сделали фотографию как бэби андреевский было вот и меня переложили на кушетку и повезли обратно в палату и пришла опять эм женщина которая делала мне иглы укалывания но я так хотела в туалет это было кошмар конечно мне не разрешили вставать в общем ну там принесли специально такую точку в общем короче все было нормально эм 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 э э э э пришла в это женщина сделала мне опять эм 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 э 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 не вставать и ходить только до туалета и обратно, то есть ограничить себя в движениях совсем первый и второй день то есть меня Дима как бы посадил в машину и сделал полулежа сиденья мы доехали до дома и я лежала на первом этаже и только к вечеру я уже поехала пошла на второй этаж нам прописали уколы ой, сейчас я вам покажу уколчик я пила две недели или больше эстрадиол я пила вот эти зелененькие таблеточки и Дима делал уколы прогестерон прогестерон мы делали достаточно долго 1 апреля была подсадка и закончили мы делать прогестерон только 16 июня достаточно долго мы делали уколы вот после двух дней я наоборот стала больше двигаться ходить чтобы кровообращение было в малом тазу чтобы оно как бы кровь циркулировала вот ходила я очень много и до сих пор я пытаюсь ходить мне сейчас немножко тяжело потому что и жара и все на свете малышка уже у нас достаточно взросленькая нам уже 28 неделя пошла вот и по 10 тысяч шагов я пытаюсь и 6 тысяч шагов это как минимум что я прохожу в день вот и 10 тысяч шагов это как бы моя цель для ежедневного прохождения вот и я рекомендую всем это просто рекомендация моя что в начале вот как вам подсадили 2 дня лучше покоя я не знаю я не знаю какие процессы вообще в России в Украине в Украине мой личный врач это мой личный опыт я не знаю может там правильно я не знаю где правильно то что у нас эффект с первого раза это факт остается фактом то что девочки после процедуры подсадки сразу же встают и идут там на работу там я не знаю куда они там идут у кого-то это проходит у кого-то очень у кого-то это пролетные протоколы я считаю что после этой процедуры надо покоить день это точно второй день уже более или менее а потом уже не ограничивать себя надо ходить надо ходить на улицу надо дышать свежим воздухом обязательно сейчас я хожу в бассейн что мне очень нравится и мне там действительно очень комфортно потому что знаете как этот я поплавок и мне там прям так хорошо малышка все равно там крутится она у нас там боевой хомячок она так ой ну в общем она у нас крутится вертится везде и всегда вот и поэтому я рекомендую первые два дня сделать себе покой а потом уже вести не такой активный образ жизни как конечно до процедуры но тоже активный образ жизни нельзя застаиваться нельзя лежать потому что ну это я не считаю что это правильно но это лично мое мнение кто как делает я рассказываю про свой личный опыт который у нас был с первого раза получилось ЭКО вот так что вот такие вот дела сейчас я как уже сказала 28 восьмая неделя я себя чувствую с переменным успехом иногда плохо иногда хорошо иногда у меня давление падает но это я считаю все пройдет все нормально все будет все будет в порядке это можно пережить вот так что дерзайте может кому-то пригодятся мои советы и мое видео кто решился на ЭКО вот ну а теперь будем ждать нашу малышку и надеемся что будет все хорошо всем пока-пока